Росатом рассекретил приказ, запрещавший ученым ездить за рулем Ядерные технологии Росатом рассекретил приказ, запрещавший ученым ездить за рулем 3.38.09.2019 года Обновлено 4.33.09.2019 года РИА Новости, Анатолий Гаранин В салоне магазина автомобилей в СССР РИА Новости, Анатолий Гаранин В салоне магазина автомобилей в СССР Архивное фото Москва, 9.09.2019 Специалистам, участвовавшим в создании первой советской ядерной бомбы В те времена в целях их безопасности было строжайше запрещено управлять автомобилями Говорится в приказе 1948 года, рассекреченном госкорпорацией Росатом Росатом публикуют архивные материалы об истории отечественной атомной отрасли 75-летие, которое будет отмечаться в августе будущего года На портале История Росатома в специальном разделе российской атомной отрасли 75 лет выложены фоксимили архивных документов Связанных с остановлением и развитием ядерной индустрии СССР В частности с советским атомным проектом Многие из этих документов ранее не публиковались В их числе приказ начальника штаба советской атомной промышленности Первого главного управления, ГУМ, при Совете министров СССР Борис Иванникова От 18 сентября 1948 года о запрете всем специалистам, занятым в атомном проекте Вне зависимости от их положения садится за руль служебных автомобилей 5 ноября, 032.35 РИА Новости Росатом рассекретил документы о разработке атомных бомб в СССР Кроме того, руководителям предприятий и организаций БГУ Приказом вменялось категорически запретить всем сотрудникам Подведомственного им учреждения управления служебными автомашинами И принять меры, исключающие возможность передачи шоферами управления автомашиной Сотрудникам вне зависимости от их положения и наличия у них прав на вождение машин За передачу управления машиной шофером угрожали судом Безопасности создателей атомной бомбы в СССР уделялось очень большое внимание Ключевым специалистам, в числе которых был Лев Арцемович, запрещалось летать самолетами Этим ученым выделили персональный пассажирский железнодорожный вагон К ним также прикреплялась охрана из числа офицеров госбезопасности 29 октября, 04.00 ядерные технологии Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу Повод для запрета Основанием для приказа Ванникова стало принятое тремя днями ранее решение управляющего органа Советского атомного проекта Специального комитета при Совете министров, руководимого заместителем председателя правительства Лаврентием Берии Тогда спецкомитет на своем заседании рассмотрел два случая ДТП с участием выдающихся ученых, занятых в создании атомного оружия Протокол того заседания был рассекречен и обнародован ранее В протоколе говорилось, что в результате нарушения работниками лаборатории номер два Академии наук СССР Игорем Панасюком и Львом Арцемовичем правил дорожного движения произошли два ДТП Научный сотрудник лаборатории номер два товарищ Панасюк взял у шофера служебной машины управления автомашиной, не имея на то права В результате произошла авария, при которой сам товарищ Панасюк получил тяжелое ранение, говорилось в документе Замодиректора лаборатории номер два товарищ Арцемович также взялся управлять автомашиной, что привело к аварии, в результате которой сам товарищ Арцемович не пострадал лишь случайно, отмечалось там Спецкомитет потребовал исключить возможность повторения подобных происшествий 2 ноября, 21.35 РИА Новости Сын Хрущева прокомментировал статью испанских СМИ о царе Бомби Лабораторией номер два называлась организация, возглавлявшаяся Игорем Курчатовым и отвечавшая за научное руководство атомным проектом Сейчас это Национальный исследовательский центр Курчатовский институт Игорь Панасюк, 1917-1972 годы, Ильев Арцемович, 1909-1973 годы, были одними из ближайших соратников Курчатова, вместе с ним до войны сделавшими выдающиеся открытия в ядерной физике В ходе реализации атомного проекта Панасюк сыграл большую роль в строительстве и пуске первых советских ядерных реакторов Арцемович в создании электромагнитных установок для обогащения урана, а также получения лития-6, необходимого для термоядерных зарядов Сын Игоря Панасюка, директор научно-исследовательского института ядерной физики имени Скобельцина МГУ Михаил Панасюк в беседе с РИА Новости открыл некоторые подробности чрезвычайное происшествие 1948 года Родители мне рассказывали, что это произошло на базе-10, вспоминает он База-10 в то время в целях секретности называлось место расположения на Южном Урале комбината номер 817 первого советского предприятия по производству оружейного плутония Впоследствии база-10 меняла название на Челябинск-40 и Челябинск-65, ныне город Озерск, а комбинат номер 817 сейчас это производственное объединение «Моя красотому» Игорь Панасюк был научным руководителем первого советского реактора на рабочий каплутония на заводе номер 817 17 сентября, 18.18 ядерные технологии Нарышкен рассказал о геополитическом значении создания атомной бомбы в СССР